Итак, продолжаем тренинг по мануальной терапии. Ведущий Олег Олег Гудвин. И сейчас мы делаем скрутки. Это воздействие на поясничную область. Многие делают с этой стороны. В общем, первый вариант. Для этого ногу надо положить к себе. Колено желательно под прямым углом. Некоторые кладут вот так. Передняя рука, в общем-то, не важно, как лежит. А заднюю руку лучше завернуть назад. Локтем, своей косточкой, мы упираемся в подвздошную кость. Гребенную подвздошную кость вот тут, где выпирали. И заворачиваем на себя. А этой рукой упираемся локтем в плечевой пояс. Получается, вот по диагонали мы человека раскручиваем. Раз. Растянули. И тракце, и потом тракт. Резко дернули. Тут иногда бывает пережимаются мышцы. Не больно было здесь? Движение, честно говоря, локтем вот так вот не очень сильное. Поэтому некоторые добавляют ногой. То есть вешают еще ногу чуть-чуть. Вот так вот. Усиливающий такой момент. Если вы делаете на полу, например, на полу удобно сделать... Вот так вот. Зарезаем еще вот это сверху. Это рука сзади. Давление идет опять в эту косточку. Но будет за счет грудных мышц. А тут давление в плечевой пояс. Вот такая мобилизация, да, на выдохе. Я предпочитаю усиливать это и делать все-таки со стороны спины. Для этого мы, смотрите, как усиливаем. Во-первых, рукой придерживается колено. Просто придерживается. Долова лежит сзади, за плечами. Можно колено, если что, еще и даже свесить. Вот человек лежит, у него уже момент растяжения идет под собственным весом, да. Эту ногу, чтобы она не дергалась, зафиксируем за ствол. Можно зацепиться вот так. Держусь. В момент скручивания помогает довести больше предела. То есть может доходит до преднапряжения, да. И наша задача в каждом манипуляции перейти этот предел. То есть таким образом снимается функциональный блок. Для этого мы тогда руку отводим назад, голову тоже назад смотрим. И глазами смотри еще дальше. Глаза помогает посмотреть дальше. Я иногда шучу, чтобы было веселее человеку. Говорю, сделай сам себе лайк поставь и смотри на свой палец. Вот. В этой позе мы встаем ниже гораздо. Упираемся в тазовые кости. И у нас еще движение идет от бедра добавляется. Очень мощное, резкое движение. Особенно если такой человек тоже к нам пришел тяжелый. Мощный, спортивный. И его так просто не продавить. Тут еще что удобно. Мы не давим в плечо. Ни в коем случае не давим подмышку, да. Подмышечную впадину. Это бывает просто-напросто больно. Даже вот нажимаешь пальцем иногда больно. Поэтому я по диагонали откладываю всю грудную клетку. Если женщина, то как раз получается между двух грудей безопасно помещается рука. Здесь опять в подвздошную косточку. Раскачиваем. Растягиваем до какого-нибудь напряжения. И потом толкаем. Раз. Так. Вдыхаем. Следующий момент. Это мы разблокировали L5-S1 сочленения. L4-L5 примерно в этой области. Если хотим повыше. Ну, соответственно, смотрите. Если позвонки сдвинуты были в пояснице вправо. То есть тут, получается, книзу, да. То мы только односторонние делаем скручивания. Если они ровные, то для симметрии можно две стороны. Если нам нужны позвонки повыше, там, L1-L2, там, да. Или D12-L1, вот это вот, это сочленение. Тогда ногу опускаем, коленку пониже. Вот. Давление можно осуществить уже в бедро. Здесь под руку и уберем. И вот таким движением одновременно разблокируем. Да, выше пошли все. Выше почувствовал, да? А хруст был? Да, хруст был. Да. Вот. Понимаете, нюанс какой. Теперь нюанс вот в чем. Поворачивайся спиной ко мне. Ой, в смысле, в этом ко мне спиной вот меня. Поднись избушка к лесу задом. Ко мне передал. Такая же поза. Эта нога вперед, под 90 градусов. Эту ногу желательно прямого держать. Если у человека сколиоз, да, нам надо позвонки. Вот он, например, позвоночник от нас туда. Нам удовольствия сюда. Для этого вспоминать нашу схему. Мы должны с этой стороны растянуть, с той стороны надавить. То есть, да, с одной стороны. Растягиваем, отсюда давим. Вот мы тогда упираемся. Тут получается не совсем скручивание, а именно вот так вот. Растягиваем позвоночник в этой позе. Ну, я же позвоночник покажу, чтобы было видно. Все, расслабляйся. Тут за бедро тянем, да? Вот видно уже натяжение. Тут за плечо тянем. Вот. А пальцами на себя подвигаем позвонки. Одновременно с растяжением. Вот, раскачались и... Если нам нужно все-таки усилить, особенно переход вот этот очень жесткий, самый толстый позвонок, НЧД или ЛПАС, вот этот С1, да? Тогда мы подвигаем две ноги. Две ноги вместе, вместе, вместе. Сейчас, подожди, сначала с одной ногой. Упираем ногу себе в живот. Этой рукой пальпируем. Расшатого сочинения. И чувствуем, где какая проблема. Над позвонком, под позвонком, выше, ниже. Находим блок. И, в принципе, вот иногда такой, получается, массажем, такие движения. Получается, иногда этого даже бывает достаточно. Но, если недостаточно, усиливаем эту формулу. Две коленки вверх. Руки назад. Теперь, смотрите, это для того случая, если позвонки выпирают к нам. То есть, развернутый, тратированный, получается, в данном случае вправо пациенту, да? Нам надо с той стороны растянуть, да? И давить туда, вниз, получается. Таким образом мы растягиваем. Берем за обе ноги. И смотрите, как пас развернули. Видите? А тут руками или кулаком, как он там получится, пальчиком. Да, и вниз, да. Ну, вниз, да. Вот так тоже. Тянули, растянули. Раз, подавили. Раз, подавили. Раз, подавили. Даже хруст слышно. Да, похрустел. Да, похрустел. О, отлично. Укладывайся. При работе с поясницей, вот я вам говорил, да, что лучше всего заканчивать на такие вот сложные моменты, там, с шеи, да, когда мы с бедро оценули, с поясницей лучше всего закончить тракцем. О, не трассным, а тракцией, растяжением, да. То есть, опять же, мы можем поднять человека и легко пока покачать его. Поясница растягивается, да. Ну, либо, вот так, вот, если тяжелый человек. Качание должно быть такие медленные вообще. Микро движение. Либо поставить табуретку, чтобы ноги его стояли, лежали вот так вот, поясница расслабляется. Либо можно, ну, на полу, особенно, да, это вот на столе, массажник залезть вот сюда, по прямому углу взять ноги и вот так чуть, какой-нибудь большой траст сделать. Это для чего? Вытяжение. Вытяжение. Поясница тянется. Так, ну вот, сейчас мы перейдем к отработке этих приемов, а если вы нас только смотрите, то зря смотрите. Приходите к нам сюда, здесь мы будем тренироваться друг на друге и поставим вам правильно руки, чтобы вы могли работать с пациентами и они были от вас без ума и довольны. С вами был Олег Алабудвин, до новых встреч. С вами был Олег Алабудвин, до новых встреч. С вами был Олег Алабудвин, до новых встреч.